Господа, здрасте! Я Денис, магазин CS Customs, и сегодня к нам приехали новинки от компании DevBones. Сильвестры, неодимовые, Neo, и Сильвестры Pro. В нашем телеграм-канале сегодня я подписчикам обещал, что будет много контента, и вот он настал. Смотрите, чего у нас приехало. Неодимовые, Сильвестры, Сильвестры SE-шки классические, и Сильвестры версии Pro. А что это значит? А это значит, что мы их можем сейчас поставить в стенд, сравнить, послушать и понять, что это за динамики. Ну а если вы еще не видели наш телеграм-канал, подписывайтесь, ссылочка по QR-коду. Так, трое Сильвестров. Прошки, Neo и обычные SE-шки. Чем же они отличаются? Ну, SE-шки мы понимаем, да, диффузор рифленый, магнитик, но давайте сравним SE-шки с Прошками. Неодимов пока уберем в сторонку, чтобы они нам не мешали. Так, с первого взгляда, чего мы видим? Терминалы одинаковые, одинаковые, но магнит у Прошки сильно больше. Ой, так он и по корзине сильно больше. Так, надо его поставить. Диффузор, выштамповка. Что-то мне эта выштамповка напоминает, на каких-то динамиках я ее видел. У SE-шек она другая. Может, вспомните, на каких динамиках она была? Что-то я не припомню. Не знаю. Вот, по корзине она очень похожа. Да, корзина очень похожа. По катушке. Но, судя по колпачку, катушки тоже одинаковые. Да и, в принципе, значит, магнит, диффузор, высота. Или, может, коробка кривая, конечно. Не знаю. Я сегодня снимаю без оператора, поэтому видео будет немножечко вот такое. Да еще и тут телефоны звонят. Но да ладно. Так, оставляем. Нет, убираем Прошки. Убираем их на магнитолы. Кстати, приехали тоже и магнитолы, и приехали Мачете Лайт Шеснари, Мачете Лайт 20-ки. Смотрите, какие тоже прелести. Но они в бюджетном сегменте, я думаю, будут котироваться прям сильно хорошо. Но о них мы потом поговорим. Так, характеристики. Рано пока вам показывать. Неодимы. Выштамповка у диффузора такая же, как на Прошках. Ух, блин, магнит прям притягивается. Отдай. Ну, естественно, неомотор. Корзина такая же. И терминалы такие же. Но колпачок побольше, значит, катушка побольше. Теперь давайте перейдем к... К чему мы перейдем? К их техническим характеристикам. Итак, господа. Давайте сравним. СЕ-шки, Прошки и Неодимы. У нас есть инструкция. Она же бумажка. Она же мануал. Никто её не читает. Но я попробую, так сказать, совладать с собой. Чё мы знаем? Давайте начнём с Прошек. Прошки. 150 Вт заявленной мощности. Ну, как бы да. У СЕ-шек, по-моему, 130 было в своё время. У этих 150, ну, магнит больше. Хотя катушка та же осталась. Ну, видимо, чего-то они переделали. Играют от 100 Гц до 15 кГц. Широковато. Широковато. Хотя, чё это? Серединка классная. Ну, и чуйка 102,8 дБ. Это громко. Да. 102,8. Если сравнивать с ними Прошки, у Прошек, кстати, смотрите, всё-таки диффузор-то, да, какой, да? Если сравнивать с ними Прошки, то у Прошек заявка 180 Вт и 360 Максималка. Не знаю, зачем они дают максимальную мощность, но 180 Вт есть. Все 6,5 дюймов размер. Но, кстати сказать, в 17-е кольца они влезают, не в 16-е, я уже попробовал. Играют неодимы от 100 до 17 кГц, то есть повыше, чем Прошки. И по чуйке 104,5 дБ у них идёт. Это ещё громче. И вот, кстати, давайте-ка полистаем, ведь с каждым динамиком идёт такого рода инструкция, которую никто никогда не читает. Давайте посмотрим, как можно резать эти динамики. У меня есть картинка в инструкции, которая показывает, что динамики можно резать. Так, SE-шки, Прошки от 150 до 250. Это, видимо, вилка тех срезов, которые можно. Ну, если написано от 154, порежем от 154. И до 12 кГц порежем вторым порядком. Поверху. И пойдём послушаем, сравним их с обычными SE-шками. Не переключайтесь. Кстати, для чистоты эксперимента. Напротив стенда стоит микрофон. Ну, посерединочке стоит и стоит. Выставлено... Какой он грязный. Выставлен он, соответственно, в статичное звукозаписывание. То есть, звук будет записываться без изменения уровня громкости. Мы будем слышать, когда какой динамик играет. А я буду показывать. И давайте по стенду пройдёмся. Сильвестры SE-шки слева. Неодимы посередине. Там даже подписано, что это Нео. И Сильвестры Прошки справа. Грязюка уже на нём есть. Ну, да ладно. Обычные Сильвестры, Неодимы, Прошки. Будем щёлкать их и слушать. Сейчас, погодите, протру. Так, наш любимый Prology. Аудио, фильтр, мидбас. Фильтр высоких частот от 100 Гц. Давай поставим от 150, как и обещали. Крутизна. Четвёртый порядок. Назад. Ага. Крутизна, фаза, уровень. А где фильтр низких частот? Так, до 8. Ставим до 12. Ну, до 12 с половиной будет, ничего страшного. Крутизна. Второй порядок. Всё, как в инструкции, как по учебнику. И сейчас будем слушать. Господи, на самом деле, я безумно рад, что в ВКонтакте теперь можно слушать любую музыку. Поэтому мы будем слушать любую музыку. Ну, тот бред, который я люблю, который мы ставим. Погнали. Чтобы вы меня хорошо слышали, сейчас я говорю в свой микрофон нагрудный. Ещё раз. Сильвестры SE, Сильвестры Neo, Сильвестры Прошки. А теперь я выключаю свой микрофон. И вы меня сейчас слышите с зума, который записывает звуки динамиков. Похлопали и погнали. Давайте начнём. Будем сильвестры SE, Сильвестры Прошки, Neo. Ага. Снимаем с паузы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы же наверняка все слушаете не только громкие треки, но и панчёвые. Давайте посмотрим, как они панчат у нас. Мамба Негра. Классика. Громкость такая же, 27. Субтитры сделал DimaTorzok Блин. Около стенда очень громко. Давайте послушаем треки с разными инструментами, как они будут играть на них. Так, с паузы сняли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я, знаете, что хочу сделать? Я хочу их отрезать от сотки. Давайте-ка я сейчас быстренько поменяю. Вот сейчас вы меня начинаете слышать нормально. Короче, я хочу отрезать их от сотки обратно. И не четвёртым, а вторым, наверное. Так, фильтр высоких частот где? Здесь. От сотки. И вторым порядком. Вот теперь будет интересно. Оставляем ту же самую громкость, которая была, когда мы слушали от 150. Так, микрофон я выключил. И тот же самый трек. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это шикарное звучание. Вот так мне нравится, как звучит. Сейчас ракешник послушаем ещё. Обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, господа. Вот прям по звуку, вот даже около стенда находясь, мне показалось, что прошки играют гораздо жирнее всех остальных. Неодимы гораздо громче. Эти классические Сильвестра СЕшки. Вот я вам сейчас Америку открыл. Нифига себе. Что вы скажете? Давайте, накидывайте комментариев. Мне очень интересно. Ну и естественно, если вы напишите, с чем сравнить, с чем сравнить, с чего послушать, мы это попробуем сделать. Кстати, забыл сказать. Сейчас динамики играли от усилителя DST Sparta 250 на 4. Естественно, не в шишку, естественно, настроено нормально. То есть, вот так, как оно должно быть настроено в машине, чтобы оно играло громко, но при этом не палёным не пахло, не горело и не отлетало при панче, когда вы хотите навалить, там прям ратата. Такие дела, господа. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, естественно, на YouTube, естественно, на ВКонтакте, на Telegram, на все наши соцсети. Нам будет приятно, вам не сложно. Всех обнял.